Помнишь, я тебе говорил про национальный комитет 60+. Прекрасное предложение, бесподобное. Прекрасное предложение пустить Путина на мощи. Прямо сейчас? Ну вот они не то, чтобы прямо сейчас, но они решили, что вот в виде мощей, Владимир Владимирович, вот это то, что нужно стране. И что на самом деле и Бундяев тоже мог бы поправить свое материальное положение, организовав гастроли рук, ног, ушей по всей державе. А Гундяев док в этих делах. Но даже Гундяев к этой идее, в общем, отнесся скептически, хотя это клуб фанатов Путина, который призвал к полнейшей сакрализации. И призвал, вот эта идея про мощи, она не предполагала немедленного исполнения, но что это обязательно должно быть. Но вот Гундяев, например, не поддержал. Он знает, что Путин живой монетизируется гораздо лучше, чем мертвый. Он гораздо доходнее, потому что любой посмертный культ в России, он может быть в одну секунду прерван преемником. Ведь как бы тщательно не выбирался преемник, он всегда может оказаться последней сволочью, которая поймет, что надо принести тень предыдущего президента в жертву гневу разоренного, обнищавшего и обозленного народа. И этому можно принести не только пульт, но даже память. Да, ведь Путин же сейчас, он уже давным-давно не президент. Он вышел за рамки этих понятий. Он как бы главный жрец религии. Эта религия называется Россия. Это вот тот самый бог, с которым Соловьев соединен веревочкой, чтобы не прерывать связь даже во время купания. Да, да, да. А Соловьев ведь честно сказал, что это у меня у идиота, не хватает мозгов понять, зачем у него канат на руке вообще. Это действительно веревка, которая связывает его с богом. Но я надеюсь, что бог надел рукавицы, потому что если бы Владимир Рудольфович утащил бы под лед, то его пришлось бы, скажем так, в такие кондиции, что не всякий бог бы справился. То есть вот я точно знаю, что не справился бы Митра, не справился бы Адонис, не справился бы Сет. Вообще вот всякие такие вот тщедушные боги, они бы занырнули бы за Соловьевым туда. Ну, в общем, Владимир Владимирович у нас главный жрец. И это его самое сильное. А эта религия под названием Россия, она использует, конечно, культовую оболочку православия. Она очень удобная, она уже придумана. Ее не надо придумывать. И, конечно, православию надо было бы помочь, потому что церковь существенно объеднела, не только из-за ковид. Дело в том, что существующие на данный момент в православной церкви святые, то есть вот те несколько, почти 10 тысяч мифических существ, они как бы выработали свой коммерческий ресурс. Они не заводят толпы. Вот для чего, спроси меня, производились все эти бесконечные канонизации? Лиза, сколько святых у православных и у католиков всего? Ну, вы вопрос задаете. 25 тысяч, голубушка, 25 тысяч. И там уже много за столько столетий-то, ну давайте будем откровенны. Нет, за 20 столетий это не очень много. Вопрос, зачем, да? Вот по идее, зачем? Зачем появляются новые святые? Я тебе объясню. Дело в том, что каждый новый святой, это либо рестайлинг уже имеющегося святого, либо как бы с незначительными поправками в дизайне, просто вот новая модель в своем классе. Зачем их вводят? Зачем, собственно говоря, их канонизируют? Зачем они нужны в таком количестве? Вот когда Мерседес решается на обновление модельного ряда? Когда рынок уже, когда приелись старые модели, их плохо покупают, поэтому надо обновить модельный ряда. Церковь руководствуется абсолютно такими же помышлениями и побуждениями, потому что каждый новый святой, это необычайный приток паломников, естественно, покупки свечек, молебнов, жертвований. А вот сейчас как бы на горизонте у Гундяева нет никого канонизабельного, скажем так. Ну вот нету, отсутствует, потому что все вот эти вот большевистские жертвы, они, как выясняют, сами были доносчиками еще друг на друга, и их пытались там наштамповать, но пришлось отзывать. А вот эти всякие там пытались устраивать, если ты помнишь, гастроли 129-го ребра Николая Чудотворца, потом кроссовок Тримефонского парня тоже ездил в Россию, все абсолютно недоходно, все себя не оправдывает, там какая-то денежка капает, но вот сравниться с теми долларовыми метелями, которые были в 2000-е годы, когда правда можно было попам топить буржуйки живыми купюрами, при этом не беднее. Конечно, такого никогда уже не будет. То есть, по идее, может быть, идея с мощами Путина не так уж и глупо.